Добрый день, уважаемые друзья! Наша сегодняшняя встреча проходит в рамках нашего мини-цикла «Репрессированные этнографы переломанной судьбы». Это уже наша с вами вторая лекция, вторая встреча в этом году. Напомню о том, что мы этот цикл затеяли не случайно. Во-первых, в России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Это первое. А во-вторых, когда мы начали развивать свой собственный курс этнографических лекций, которые назвали «Манси лесные люди», это основная наша тема, мы поняли о том, что нам все равно рано или поздно придется выходить за рамки своего собственного интереса, вот именно профессионального, и каким-то образом все равно рассказывать о тех моментах, которые нас волнуют, и рассказывать об этнографии и этнографах. И так получилось, что мы вот уже седьмой год читаем лекции у нашего партнера библиотеки Белинского, и затеяли этот цикл не случайно. Дело в том, что этнографов, вот уникальных, удивительных людей оказалось очень много, и среди них оказались те, кто были репрессированы, причем по абсолютно иногда надуманным, иногда, в общем-то, ничтожным моментам, в результате чего эти люди многое даже не успели. Сегодняшний наш рассказ, он о таком необычном молодом человеке, и несмотря на то, что он, собственно говоря, молодой, он прожил всего 32 года. Сразу же хочу сказать, что третью часть своей жизни он провел в сущности в ГУЛАГе, и по большому-то счету толком ничего и не сумел сделать, поэтому для вот этого человека, конечно, это серьезный промежуток времени, серьезный вклад, который он сумел сделать. Речь идет о Николае Петровиче Ериховиче, молодом человеке, который, по сути дела, наверное, мог бы сыграть одну из главенствующих ролей в советской египтологии, вообще его считают и сериологом, и египтологом, но египтологом в первую очередь, а вообще молодой человек оказался действительно уникальным в этом отношении, и сейчас мы будем рассказывать, и вы поймете, что это даже на первых порах вызывало удивление у профессионала. Дело в том, что Николай Петрович родился в 1913 году в семье генерал-майора, причем семья хоть и генеральская, но, с одной стороны, не очень богатая, но престижная семья, но прежде всего она семья, которая имела близкую связь с царской семьей. Дело в том, что отец Петр Александрович Ерихович, помимо того, что был генерал-майором, еще и был комендантом Анечкова дворца. В сущности, очень часто вынужден был встречаться с царской семьей, и, мало того, так оказалось, что в своей жизни он сталкивался постоянно, в данном случае, с царской семьей, и прежде всего, естественно, с императором, последним императором России Николаем II, и вдовствующей императрицей Марии Федоровной. Вот эти вот взаимосвязи, и, наверное, даже в большей степени, как раз взаимосвязь семьи с Марией Федоровной, сыграла, наверное, главную роль в семье Ериховичей. Семья небольшая, в ней пять человек, трое детей, и, по большому счету, у семьи очень такая непростая выдалась судьба. Дело в том, что Петр Александрович уже в возрасте был, и все свое время он, по сути дела, занимал очень удачную должность, он не был каким-то таким особым карьеристом, просто ему в жизни очень повезло. И человек он был, судя по всему, достаточно открытный, и привлекал внимание, он довольно быстро сходился с людьми, был довольно интересной наружностью, что привлекало внимание дам. Наверное, сыграло не последнюю роль в его жизни, и, может быть, даже сыграло важную роль, потому что тогда, когда на его плечи ляжет непосильный труд, он, собственно говоря, может быть, из-за своего такого человеческого статуса и выжил. Семья, с одной стороны, генеральская, с другой стороны, она имела очень тесные связи, как я уже сказал, с царской семьей, и поскольку эти взаимосвязи складывались не быстро, но достаточно интенсивно, это привело к тому, что все трое детей, две старшие дочери и сын, о котором мы сегодня и рассказываем, оказались, собственно говоря, во внимании самой царской семьи. Девочки, девочек крестила сама Мария Федоровна, то есть, выдовствующая императрица, а младший сын, Коля, был назван в честь Николая II. Вы представьте себе, такая необычная семья, и у этой необычной семьи выпадает очень такой непростой путь. В сущности, когда родился последний ребенок, то есть, мальчик Коля, а это был 1913 год, остается совсем немного до революции. Революция привела к тому, что семья Ириховичей оказалась без места. Царскую семью, естественно, сослали. Огромное количество дворян, и тем более генералов, которые здесь особенно не нужны были, в первые годы революционных постарались это двинуть. Они оказались сосланы в Москву. Там, по большому счету, никакой работы не было, ничего у них не было с собой, они и ничего не могли взять с собой. Но так получается, что некоторое время спустя Петра Александровича арестуют в Москве. Во-первых, это царский генерал, во-вторых, он еще и с царем, собственно говоря, имел какие-то взаимоотношения. Это вызывало очень серьезные напряженные вещи, и поэтому не нравилось людям ни в коем мере. Вот это, собственно говоря, привело к его первому аресту. Но очень повезло Петру Александровичу в том, что, по сути дела, он украинец, хотя все говорили на русском языке, он украинец. И о нем вспомнил его старый друг, возглавлявший новое украинское правительство, генерал Скоропадский, который не забыл во дружеские связи и уговорил, и выменял своего друга. Тот, собственно говоря, и выехал из Советской России, и попал уже на Украину. Но там, на Украине, ему делать нечего. По сути дела, он оказывается без работы, и едет он в наследственное поместье. И самое любопытное, что это поместье грабится. И на всем протяжении жизни семьи Риховича в нем, под Екатеринославом, нынешний Днепропетровск, там очень непросто жить. Все время кто-то приходит, какие-то новые власти, которые пытаются, прежде всего, разграбить все, что только там возможно. Поэтому это приводит к ряду конфликтов. Причем надо отдать должное, что Петр Александрович не то, что был за царский режим, не то, чтобы он, собственно говоря, хотел вернуть старые времена. И, в общем-то, он даже ни в коем мере и не приветствовал новую власть. Но так или иначе, он пытался просто выжить в этих условиях. Но когда в очередной раз придут белые войска и будут занимать эту территорию, он попытается как-то не пойти на войну. Во-первых, он уже возраст, во-вторых, он уже больной человек, и ему, собственно говоря, по болезни-то участвовать в военных действиях не положено. Но поскольку все-таки уже человеческие взаимоотношения приходят к совершенно другим знаменателям, ему там совершенно никак не рады. И надо отдать должное, что Петр Александрович никогда в своей жизни не ругался, но вернулся обратно домой и выдал такую удивительную фразу «Они сволочи», чем, собственно говоря, поразил всю семью. Никогда он не ругался, потому это было, скажем так, из ряда вон. Тем не менее, в этом имении, а семья собирается, в этом имении произойдет очень неприятный случай, который, скажем так, повлияет на всю семью. Брата отца, то есть дядьку нашего героя, во время одного из таких налетов убьют, причем даже не разбираясь, просто так будет выстрел в затылок. Правда, все-таки вот это имение так или иначе останется у них, правда, придется потом от него отказаться, но они останутся живы. Со временем на всей Украине, всей южной части России установится красная власть, и, по сути дела, семья Ириховича там не нужна. И вот здесь возникает очень серьезный момент Петра Александровича, никто не забыл, его моментально вспомнили, он царский генерал, и сразу же, вспомнив его, вспомнят его первый арест, который, по сути дела, ни к чему не привел, потому что посидел он, дескать, мало. И по большому-то счету его арестуют, суд будет очень короткий, у него действительно отягощенная история, анамнез, как бы сказали врачи, и его сразу же отправляют на Соловки. Дадут ему достаточно много, и он отправляется туда, и на Русском Севере ему придется очень непросто. Во-первых, на Соловки ссылают много царских офицеров, и вообще представителей дворянского сословия, потому что это действующая тюрьма, и там действительно ими проще управлять. Но я вам хотел бы сказать, что Петр Александрович был такой очень необычный человек. Вообще, скорее всего, вот нашему герою, а Николай Петрович уже сказал, младший был в семье, повезло, он от отца, видимо, наверное, и от родителей, точнее так будет сказать, получил очень интересное такое качество солнечного человека. И Петр Александрович в этом случае, не кривя никакой душой, умудрился, в принципе, выстроить взаимоотношения даже с теми, кто оказался там, не только в тюрьме вместе с ним, но и те, кто за ним наблюдал. И самое любопытное, что здоровье его уже подорвано, он вообще будет сослан почти в пенсионном возрасте, ему около 60 лет, и его заставят, по сути дела, заниматься тяжелыми работами, которые он, естественно, не может проводить, но за счет вот этих взаимосвязей ему даже там помогают его же охранники. Вот этот вот момент, наверное, сыграл очень важную роль, потому он выжил в этих местах, и это было очень хорошо. Но семья оказывается без главы, и ей уже деваться некуда, на Украине ей делать нечего, и она перебирается обратно в Петербург, и самое интересное, что в 20-х годах там очень непросто. Во-первых, 24-25 год, это идут, конечно, чистки, потому что все, кто занимал левую сторону, прежде всего, эсеры, там уже не нужны. Во-вторых, идет политика военного коммунизма, и нужны совершенно другие механизмы для поднятия этого государства, потому о людях там, по большому счету, никто не думает. Но семья, попадая туда, она оказывается без денег, без возможностей и без работы. Но тут надо отдать должное, что семья выжила благодаря как раз женщинам. Старшая из дочерей, очень интересный такой эпизод, ее звали Вриена Петровна, она уже 16-летней, ищет возможность как-то устроиться на работу. И в 27-м году она, несмотря на довольно жесткий такой промежуток времени, безработицы и практически без еды, она все-таки попадает и устраивается на работу, на конвейер, то есть на самую тяжелую работу, на конвейер завода «Красный треугольник». Завод производит резиновые изделия, и, как они тогда говорили, в их галошах ходила вся Россия. И фактически это единственный человек, который тогда начинает работать. Но тут еще очень важный момент связан как раз с супругой, с матерью, с супругой Петра Александровича, с матерью Николая Петровича. И надо вам сказать, что Лариса Дмитриевна сыграла немаловажную тоже роль в семье, потому что человек был тоже очень неординарный. Давайте мы тоже коротенько не расскажем, потому что, видимо, все-таки благодаря вот этим двум старшим женщинам семья и выжила. Лариса Дмитриевна вообще в девичестве Ларионова, она дочь царского полковника из Иркутска, он кадровый офицер действующей армии, все как положено. Но поскольку человек достаточно серьезный, он сумел устроить дочь в Институт благородных девиц в Санкт-Петербурге, и она его закончила. Но когда она обучалась, естественно, часто сталкивалась с царской семьей, обратила на себя внимание Марии Федоровны. Затем ей еще очень крупно повезло. Во-первых, в Институте благородных девиц был очень серьезный настрой на милосердие, это повелось издавна, и женская половина царской семьи, а женщин было много, царская семья это не только император с супругой и детьми, царская семья достаточно большая, сама по себе была, женщин было много, у них было принято заниматься милосердием, и часто многие из них были с сестрами-милосердием, ездили на войну. Это было совершенно нормальное явление. И Мария Федоровна не была исключением. Она действительно очень много уделяла этому вниманию, и благодаря ей был создан, может быть, это было несколько помпезно, но тем не менее был создан даже санитарный поезд, который курсировал в 1904-1905 годах, это как раз во время русско-японской войны, а возглавил этот поезд вот как раз Петр Александрович Ерехович. И вот тут-то как раз молоденькая выпускница Института благородных девиц, которая, судя по всему, закончила еще школу медсестер и попадает в этот поезд. Здесь ее, собственно говоря, Петр Александрович-то и приметил, он долго за ней ухаживал, очень красиво ухаживал, сделал ей предложение, и поскольку брак был завидный и интересный с обеих сторон, то, собственно говоря, царская семья это и благословила. Тут не без этого произошло. И потому Лариса Дмитриевна сама по себе дама, если не прямо, можно сказать, из высшего общества, то, по крайней мере, из привилегированной элиты, и по большому счету, она, конечно же, вот много чего знала, умела, но вот обратите внимание, что тогда, в конце 20-х годов, семья абсолютно бедная, абсолютно ничем не обеспеченная, но семья ни в коем мере не жалуется и пытается выжить в этих условиях. Вот это вот качество пройдет с Ларисой Дмитриевной, и она, по сути дела, видимо, передаст детям вот на всю оставшуюся жизнь. Судьба у Ларисы Дмитриевны будет очень необычная, и самое главное, с одной стороны, очень трагическая, с другой стороны, она стойкий, воловянный солдатик. Она выжила, несмотря ни на что. И вот обратите внимание, как только старшая дочь находит себе работу, буквально пройдет небольшой промежуток времени, Лариса Дмитриевна тоже устроится медсестрой. Медсестры нужны во все времена, войны продолжаются, количество больных не уменьшается, количество госпиталей тоже немного, да и больниц-то, собственно говоря, не так уж и много. И вот в этом-то случае как раз Лариса Дмитриевна и будет занята. Вторая из дочерей, вообще еще, даже когда закончит школу в Днепропетровске, выберет себе стезю медицинского работника, закончит, как бы мы сейчас сказали, фельдшерское училище и будет намереваться поступить в медицинский институт и на первых порах ей даже удастся, но потом все-таки ее прошлое и, собственно говоря, сыграет отрицательную роль, ее оттуда выгонят, но она потом все равно добьется того, чтобы закончить мединститут и стать настоящим доктором. Но судьба у нее тоже будет очень непростой. Тем не менее, в 27-м году семья оказывается в Петербурге. Петр Александрович еще на Соловках, он еще сослан, и он там пытается выжить в этих условиях, связи с ним очень немного, письма приходят редко и часто с задержкой, да и жить-то, собственно говоря, семье не так-то легко. И вот тут особенность заключается в том, что к началу 30-х годов уже в Петербурге, в Ленинграде в будущем, возникает очень серьезная проблема. Город переполнен жителями, и Петроград – это не только дворцы, это не только площади, не только прошпекты, это и куча всевозможных подворотин, это массовое заселение и массовое уплотнение. И тут как не вспомнить знаменитый роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце». И хотя там речь шла про Москву, но тем не менее в крупных городах были примерно такие же проблемы. И в этом случае как раз семья-то оказывается в ситуации, когда начинаются вынужденные для власти процесс паспортизации. То есть надо было выяснить, где кто живет, какое он имеет происхождение, на каких условиях он там живет, и какую площадь он занимает, и вообще кто он такой. И в результате этого эта семья, естественно, царского генерала, сосланного на Соловке, она там выжить не может, потому паспортизацию она и пройти-то не может, их высылает. И вот тут-то как раз сыграет роль младший из детей Николай Петрович. Он родился, как я уже сказал, в 13-м году, а в 27-м году он еще мальчишка. Но тут надо отдать должное, что мальчишка-то оказался очень упорный и очень заинтересованный. Давайте мы закончим с этим процессом паспортизации. В 32-м году, когда семью будут выселять из Петербурга, из Петрограда, он даже следователю скажет о том, что им ехать некуда, потому что у них ничего не осталось, и они просто больше... Им пристроиться негде. Следователь ему в ответ скажет о том, что уезжайте мне, детской совершенно на это наплевать, уезжайте и живите хоть на облаках. И вот этот вот момент отношения, видимо, как-то так произвели на Николая особое впечатление, видимо, какой-то вот такой вот рычажок, собственно говоря, повернулся у него в душе. И он принимает решение, он никуда не поедет. Семья потом уедет, но, слава Богу, как раз Петр Александрович досрочно будет выпущен с Соловков, но выезжать в крупные города ему запрещено, но и жить на Соловках он тоже не может. И потому он уезжает на Кольский полуостров, где начинает строиться новый молодой город, тогда еще село Мончегорск, город нарастающий. И, собственно говоря, он попадает туда, и к нему приезжает семья. Но семья-то приезжает как раз в две женщины, то есть старшая дочь Вриена и супруга. И они живут там, в бараке. И даже возникнет очень серьезный такой вот момент, когда зимой произойдет очень серьезный такой обвал, снежная лавина. Эта снежная лавина накроет вот этот вот барак, в котором занимает угол маленький, такой плохо вот оснащенный, очень холодный угол. Вот эта семья царскому генералу ничего больше-то и не позволено. Но в этом как раз может быть и их спасение, потому что барак-то завалят полностью, и пострадает много людей, особенно тех, кто вот оказался в центральной части этого барака. А вот как раз уголок-то, в котором ютили Сириховичем, он не пострадает. Вторая дочь Мария, ее Николай называл Мума, будет очень обеспокоена, будет писать письма, потом с радостью узнает, что семья-то, собственно говоря, выжила и не сильно это пострадало. Она обрадуется, но выживать все равно придется им по отдельности. Тем не менее, Вриена и Лариса Дмитриевна, и Петр Александрович окажутся, собственно говоря, без угла, потому что ничего им там особенно не удается. Они сводят концы с концами, но не очень-то сильно. Но с другой стороны, вот здесь есть такая особенность. Люди, независимо ни от чего, остаются людьми. И многие, с кем сталкивается семья Ириховичей, просто относятся к ним, как к людям. Просто, как хорошие люди, к хорошим людям. И их пускают жить на чердак одного из домов деревянных. Им везет. Они живут, пусть на холодном чердаке, но там через чередак проходит труба, возле которой можно греться. И, собственно говоря, Петр Александрович, который там на Соловках-то подорвал свое здоровье, питание там было, конечно, не очень, и было холодно, тяжелые работы, невыносимые условия для выживания. Он, конечно, там сильно пострадал, но тут есть еще одна особенность. За весь промежуток времени, отцарское время, не считалось вообще никак, он нигде не устроен был на работу. И фактически он пенсионер по возрасту, но не имеющий никаких возможностей претендовать на пенсию в новом государстве. И фактически во всех анкетах он будет писать о том, что он находится на иждивении у жены, пусть моложе, но устроенной на работу. И фактически у обе женщины и будут сводить концы с концами. Ему ничего не положено, и государство не будет о нем совершенно никак заботиться, но сохранились очень небольшие воспоминания о том, что Вриена Петровна, ходя на работу, вытаскивала из столовой, она ходила, представьте себе, с обычной эмалированной кастрюлькой, и в столовой она съедала только первое блюдо, все, что было возможно твердое, она складывала аккуратненько в кастрюльку и относила отцу. Вот так, собственно говоря, он и выжил. Две женщины его поддерживали, потому что иначе ему просто не выжить. Он умер, и в сущности он умер от истощения, потому что все равно это было полуголодное время, он объедать семью не мог, но и мало того, он действительно пострадал во время своих репрессий там на Соловках. Поэтому глава семьи умирает, а вот две женщины остаются там. И самое любопытное о том, что вот они проживут достаточно долго. Вриена Петровна, человек такой же стойкий оловянный солдатик, она долго будет ухаживать за матерью. Мама никогда не позволяла себе жаловаться на какую-то сложную ситуацию, никогда не показывала себе, не давала возможности показывать ни себе, ни остальным о том, что ей в жизни как-то не повезло, что у нее произойдут сложности. Она похоронит и отца, и мужа, и сына, и по большому счету это два очень серьезных удара. Но тем не менее так получается, что она доживет даже до преклонного возраста. Но вот несмотря ни на какие коммунистические условия, она останется верующим человеком, и, будучи в 90-летнем возрасте, во время службы, ей станет плохо. Видимо, у нее будет какой-то или микроинсульт, или микроинфаркт, никто толком даже и не знает, потому что, по большому счету, она не особенно обращалась в больницу. Судя по всему, дочь ее будет выхаживать дома, и, по большому счету, Вриена Петровна проведет 75 дней, то есть почти два с половиной месяца там у кровати, практически никуда не выходя, только выхаживая ее, но она своего добьется. Лариса Александровна Ирихович доживет до 93-летнего возраста и умрет самостоятельно в хорошей памяти и никогда не позволит себе действительно каких-то отрицательных эмоций. Все, кто с ней сталкивался, будут вспоминать, как и мужа двух людей, всегда улыбающихся. А вот с Николаем дома у него было такое уменьшительное, ласкательное имя, не кличка, а имя Ника, то есть его Николаем, ты его редко кто-то называл, просто Ника, и он мальчишка. У него особая судьба, когда семья жила еще на Украине, он из семьи дворянская, естественно, раз они общались с царской семьей, то они как минимум билингвальные, они говорили на немецком и на французском, естественно, немножко понимали украинский язык, но мало того, мальчика Нику вот так по-серьезному задело и впечатлила как раз древняя история. И самое любопытное, что он еще мальчиком начинает разбираться в египтологии. Мало того, у него очень серьезные наклонности, он начинает разбираться в египетских иероглифах. Мало того, он увлекается интересными источниками, связанные как с асирией, а я вам уже сказал, что он не только египтолог, он еще и асиролог, то есть у него очень широкий спектр увлечений, он еще и занимается шумерами. Удивительное дело. Вот представьте себе, он мальчишкой, еще не успев закончить школу, в конце 20-х годов, оказывается, в Петербурге, в Петрограде. И на последних годах учебы в школе ему, конечно, очень интересно. Он ходит не куда-нибудь в Эрмитаж. В Эрмитаже так получается, то ли были какие-то знакомые, опять же, может быть, это связано с прошлой семьей, то ли он очень быстро находит этих знакомых, но в конечном итоге он мальчишкой знакомится с большей частью сотрудников, связанных с Древним Востоком. Мало того, он познакомится с одним из удивительных людей, а именно с Натальей Давидовной Флиттнер, профессор, доктор исторических наук, искусствовед, который сыграл в его интересе, наверное, главную роль. Она его подстегнула и познакомила, скорее всего, с кучей людей вот именно там, в Эрмитаже. И он ходит туда. Мало того, он со временем познакомится с будущим академиком Василием Васильевичем Струва. Тогда в Эрмитаже он возглавляет отдел египтологии. И этот солнечный мальчик, он улыбается, он весь из себя такой интересный, интеллектуальный, твердый, не упрямый, а настойчивый, молодой человек. Он как раз всех впечатляет. И, конечно, к нему отношение совершенно удивительное. Мальчишка не закончил еще школу, занимается египтологией. Специалистов по Египту в России не так уж и много. Тут мальчишка, представляете себе, они сразу же понимают, что он гений. Он тот, кто действительно должен заниматься вот этой наукой. И самое интересное, он заканчивает вот свою школу, а по большому счету найти работу он не может, они нигде не пристроены. Он кое-как устраивается лаборантом. И вот это как раз упорство в сочетании с таким серьезным исследовательским интересом и, наверное, вот другого слова я подобрал, как солнечности, вот такой лучезарности у него другого нет. Он как раз привлекает к себе людей, настраивает. И к нему относятся, как с одной стороны мальчишки, а с другой стороны удивительному человеку. И семья уезжает, он остается в Петрограде один. Но поскольку знакомых много, все к нему относятся с большим таким уважением, потому что он такой неординарный человек. И он со временем познакомится с одним из крупнейших специалистов, фактически основателем школы Древнего Востока Дмитрием Алексеевичем Бельроги, который сыграет очень важную роль в его жизни. И тот, во-первых, тоже обладает огромным количеством знакомых. И по сути дела Ника переходит от знакомого знакомый и все его пытаются поддержать, где-то подкормить. Он ночует, собственно говоря, у чужих людей. Но благодаря вот этому знакомому Сальдероги ему очень повезло. Во-первых, тот поймет о том, что мальчишка это уникален сам по себе. Во-вторых, он его в 33-м году отправит в экспедицию. Во-первых, в экспедиции интересно. Во-вторых, ему туда просто необходимо. В-третьих, он какую-никакую там денежку и как-то он подкормлется, что-то он заработает. Но и кроме того, судя по всему, знакомство, вот это вот широкое знакомство позволило все-таки настоять и он поступает как раз в Ленинградский институт истории философии лингвистики сокращенной Лифли в 34-м году. Но самое интересное, что этот мальчишка поступает сразу же на второй курс. Он в сентябре сдает вступительные экзамены и экзамены за весь первый курс. И его, несмотря на то, что у него замаранное прошлое, он сын царского генерала, он нон-гений, и его, естественно, вот за такие возможности, ну за него и правда ходатайствуют много серьезных людей, именно вот как раз в науке и в исследовательском мире, его принимают совершенно спокойно. И тут опять судьба повернулась. Если бы мальчишке повезло, он, наверное, все-таки стал настоящим исследователем. И ему везло в сущности. Но в Лифле он проучится совсем недолго. В начале декабря, по сути дела, он проучится там всего лишь два или три месяца. Вот это как раз история его семьи настигнет и настигнет его совершенно таким необычным моментом. Как раз в Петербурге, в Петрограде, простите, будет совершенно предательское нападение, убийство Кирова. И, конечно, кого-то надо назначить за это ответственным. И вот как раз Ника Ирихович будет одним из тех, кого надо выгнать из института, потому что он тоже виноват. Там никто разбираться не будет. Его оттуда выгоняют, а он подающий надежде в Лифли, он действительно оказывает серьезное внимание на учебу, его видно, что он учится, мало того, он еще и дает видимо какие-то частные уроки. Вообще он запишется со временем на курсы английского языка и великолепно будет говорить на английском языке, что скорее всего потом еще и сыграет отрицательную роль как раз в его деле. Но он пострадал и его выгоняют из института. Но тут опять очень интересный такой поворот событий. Мало того, что за него заступится как раз академическая среда, за него заступятся сестры Ульяновы. Старшая сестра Анна Ильинична и младшая сестра Мария Ильинична. Вот к сожалению я не знаю достаточно точно насколько были у него взаимосвязи с семьей Ульяновых, но тем не менее они его знали, они за него заступились. В результате чего Нику Ириховича ненадолго восстановят как раз в институте. Наступает 35-й год. В этот 35-й год Нике с одной стороны очень сильно везет. Во-первых он уже знаком с Василием Васильевичем Струэ. Я уже сказал, что это один из крупнейших специалистов. Во-первых он возглавлял отдел египтологии и действительно в египтологии понимал очень много. Во-вторых он умудрился в советской истории совместить несовмещаемые вещи допустим древний восток и марксизм. И это так и пройдет. Он будет признан и не будет репрессирован никогда. И он даже будет заступаться за таких как Нико Ирихович. Но тем не менее он будет при власти что называется. Так вот самое любопытное что Нико человек очень необычный сам по себе. В 35 году ему везет. Он как раз поступает на такую очень интересную группу которая будет сформирована. Это будет специализированная группа юных молодых исследователей из которых и будут делать истерологов то есть специалистов очень широкого круга. И первым среди набранной этой группы будет человек который по сути дела ставит основные воспоминания и записи это будет Игорь Михайлович Дьяконов вот эти записи как раз о Нике. Вторым станет Теодор Адамович Шумовский и он будет один из тройки пострадавших и мы поговорим об этом и четвертым станет Лейб Хацкелевич Липин вот этот вот четвертый персонаж очень сыграет важную роль в жизни самого Нике Ириховича но надо вам отдать должное что вот этот вот молодой человек солнечный увлекающийся знающий несколько языков увлекающийся историей древнего Египта и более древними временами изучающий источники Вавилона и Шумеров который хорошо разбирается в иероглифах удивительное дело ему и двадцати не было когда он этим стал он между прочим подает шикарной надежды но он очень бедный человек но все к нему относятся с очень серьезным таким отношением потому что он уникальный сохранилось небольшое воспоминание как раз вот его коллеги однокурсника Игоря Михайловича Дьякона вот что он спишет я позволю себе зачитать потому что это не имеет смысла пересказывать Нико Ирихович был небольшого роста тоненький с волнистым темнорусым чубом с необыкновенно приветливым лицом казавшимся чуть лукавым из-за чуть курносого носа и чуть-чуть странным из-за разных глаз один был светло-коричневым а радужная другого была разделена наискосок на зеленую светло-коричневую половину одет он был в очень поношенный пиджак и в застиранную клетчатую рубашку из которой он как будто вырос но всегда чистую может быть у него было две не знаю но скорее он стирал и высушивал все одно и то же беднее некуда был он человек дружелюбный общительный и имел много знакомых старших себя в самых разных кругах и вот то что описывает как раз дьяконов это вот как раз характеристика Ники он умудряется разговаривать с разными и его все воспринимают на равных удивляется насколько он увлеченный человек мало того у этого молодого человека возникает очень необычная такая мысль дело в том что он познакомится с учением Николая Ивановича Вилова и тот между прочим уникальный человек надо наверное тоже рассказать потому что он своего рода тоже этнограф он предлагает вариант генетики и вот тут-то как раз у Ники Ириховича возникает такой очень интересный аспект он пытается как раз рассматривать древний мир но в сочетании с другими науками сопредельными то есть он пытается экспериментировать и вот два будущих академика точнее один-то уже академик Василий Васильевич Струй и другой Николай Иванович Вавилов обращает на него внимание потому что мальчишка неординарен и он действительно напишет со временем два очень крупных таких исследования одно называется к вопросу о земледелии в древнем Египте и здесь рассказывается о проблемах древневосточного скотоводства затем он напишет к истории лошади на древнем востоке и истории земледелия в древней сиропалестине это уникальное собственно говоря исследование приведу к тому что все кто сталкивался с Ереховичем скажут что он действительно уникальный человек но несмотря на то что он мальчишка он по сути дело вот здесь краеугольная позиция но самое любопытное что вот это все произойдет в течение 35 36 37 годов то есть это не очень-то длительный промежуток времени а он уже умудрился сделать-то очень много при этом он еще только учится но вот наступает 38 год и вот в этом 38 году возникает сразу же несколько точнее 37 38 год возникает несколько сразу же очень серьезных таких моментов во-первых начинает нарастать репрессии 37 года во-вторых происходит убийство Жданова в-третьих Петербург Петроград Ленинград уже становится вот таким ульем которым надо разворотить потому что здесь масса уникальных ученых и по большому счету они такие инакомыслящие и потому происходит очень много всевозможных репрессий причем этнографию по сути дела называют расстрелянной наукой это действительно именно так и произойдет потому что этнографов пострадает много это лингвисты это переводчики масса людей по сути дела и вот как раз в этот промежуток времени в феврале 38 года пострадает и Нико Ирихович и по сути дела вот как раз причиной того что его в начале февраля арестуют дьяконов рассказывая о том что он вернулся после болезни оказывается что в аудиторию уже не ходит Ирихович а потом выяснит что его арестуют так вот как раз четвертый это их соотечественник соучастник вот и тот человек который был в первых рядах вот в этой сирийской группе Липин он как раз и напишет донос судя по всему он и будет писать эти доносы на всех но Ириховичу это как раз больше степени не повезет правда из этой группы как раз еще будет арестован и Теодор Шумовский и вот в этом 38 году сначала их попытаются конечно же притянуть вот к старым делам потому что у него все-таки монархическое прошлое да тут еще и убийство Жданова но это не очень у них получается но будет буквально за очень короткий промежуток времени видимо следовали следователи НКВД получили какое-то там разрешение или какую-то установку и вот этих двух Ириховича Шумовского быстренько присоединят к человеку которого видимо надо было арестовать в 38 году происходит уже третий арест Льва Гумилева и по большому счету из этих трех и будет создано молодежное такое движение которых выделят в отдельную группу которая по сути дела и должна что-то будет сделать против советской власти и по сути дела вот и Ирихович и Шумовский будут ну скажем так фоном для того чтобы произошел третий арест Льва Николаевича Гумилева все трое будут проходить по одному делу это будет достаточно длительный промежуток времени когда будут их допрашивать они будут то по отдельности сидеть то все вместе то они будут читать лекции каждый по своей специфике так чтобы видимо просто не сойти с ума вот в этих тюремных условиях то ли из-за того что они просто близки разница между ними совершенно мала они почти одногодки но самое это интересно что у них складывается дружба и самое это любопытно что Ирихович этот солнечный мальчик их поражает потому что у него гибкие руки он там не дает вот вот они все трое это такие достаточно упертые люди не собираются сдаваться а Ирихович их поражает тем что из кусочков хлеба он умудряется сделать шахматные фигуры они там расчертят это шахматное поле и пытается вот как-то выживать в этих условиях и играть в шахматы но в 38 году все конечно заканчивается действительно дело сфабрикованное оно должно дойти до конца им действительно дадут очень по многу по 10 лет ИТЛ то есть исправительно трудовых лагерей правда заступничество серьезное надо сказать что Анна Ахматова мать Льва Николаевича Гумилева будет предпринимать серьезные шаги конечно же в этом случае будут предпринимать шаги и академические круги в этом случае Струвы будет помогать но здесь полностью реабилитируя всех троих не получится но срок им немножко скостят уменьшат и дадут не 10 лет дадут им меньше но так получится что всех троих разделят а один из них Гумилев уедет в Норильск Шумовского отправят в Котлас в Архангельскую область а вот Ериховичу достанется Колыма Ника поедет в этом тюремном вагоне он преодоляет огромный путь до Владивостока пойдет он в холодном этом вагоне где холодно проветривается и очень неприятно вагон этот не торопится он едет долго но он попадает наконец-то в Владивосток затем его перебрасывают все в восток лак и он оказывается на Колыме жизнь его на Колыме очень жесткая и несмотря на то что солнечный мальчик и там собственно говоря не то чтобы пристраивается он поражает свои особенности он удивляет потому что даже там он рассказывает о древнем Египте рисует на стенках барака эти удивительные иероглифы это как раз удивляет людей потому что таких там почти нет он мальчишка в сущности но с другой стороны деваться некуда там никакой поблажки не произойдет он отсидит полностью весь этот срок и не будет отпущен до конца войны и несмотря на то что для нас Великая Отечественная война заканчивается 9 мая то есть победа собственно говоря 9 мая но Великая Отечественная война еще продолжится потому что есть еще Япония и по большому счету Иериховича отпустят но он еще там на Колыме и уехать он оттуда не может он заболеет и самое интересное что вот здесь наверное сыграло очень серьезную роль во-первых условия для проживания там на Колыме во-вторых вот это вот голодное прошлое потому что он вечно голодал он вечно скитался и по большому счету дома у него никогда своего-то и не было только там в раннем детстве когда он жил в семье своего отца генерал-майора и все а в этом-то случае он как раз там на Колыме заболеет у него как было сказано он простудит он по большому счету видимо будет пневмония но ему очень повезет он там на Колыме столкнется со своей сокурсницей Ириной Львовной и Офи а она японист и она там на Колыме вот будет санитаркой и по большому счету ему поможет потому что они друг друга хорошо знали и там в этой тюремной больничке она ему будет понемножку подкармливать но силы подорваны надо сказать что Ирина Львовна там окажется случайно потому что по большому счету за ней ничего такого нет она просто сказала о том что ее кумир Николай Александрович Невский об этом человеке надо отдельно рассказывать может быть даже мы специально цикл вот на наш допустим в следующем году посвятим как раз японистам потому что рассказывать о Невском это надо рассказывать о целой школе японистов в России потому что только соратников учеников у него огромное количество потому скорее всего нам придется целый цикл этому и посвятить так вот она сказала о том что Николай Александрович не мог быть японским шпионом он просто не мог вот за эту фразу ее и сослали там на Колыме она помогла конечно Нике но спасти его ей не получится в конце сорок пятого года в конце декабря ника японская ерихович умрет он не дождется начала сорок шестого года и по сути дела тогда уже в сорок шестом году за него могли попросить и просили и в течение всего сорок пятого года академическая среда просила это будет тот же самый струб он не забыл но ничего не произойдет вот такая звездочка по сути дела и погибнет по большому счету это действительно очень большое упущение потому что самое любопытное что вот эти вот мальчишки они по сути дела и исчезнут их никого не останется Анна Ахматова по поводу ареста скажет очень любопытную фразу взяли весь цвет молодого поколения будущих звезд российской науки действительно ничего к этому мы больше прибавить не можем только я хочу сказать о том что действительно Ника Иерихович был звездочкой на небосклоне русской науки которая ярко зажглась но почти моментально сгорела к сожалению так оно и произошло лекции наши может быть не очень приятные они тяжелые сами по себе но что сделать такова российская история сгорела «бези» «бези»